всем привет ребятки с вами flash только хардкор буду продвигать теперь новый бренд flash такой то игре только хардкор вы уже все сами должны были увидеть по по заставке в общем в этой серии я сейчас быстренько сделаю обзор вертолета версии 2.0 но перед ним хочу сказать пару слов о том что ребят все кто ждет раз то успокойтесь раз будет обязательно я уже начал снимать серии но сразу предупрежу что они будут с небольшой задержкой то есть они выйдут ближайшие пару дней начнется первая серия а потом каждый день будет по одной серии я специально выдерживаю такую паузу в два дня чтобы я смог спокойно играть на сервере какое-то время потому что если я выложу в тот же день видео где только начну играть мне просто я уже сейчас с этим сталкиваться начинают мешать мои же подписчики играть какие-то сюрпризики начинаются непонятный флук непонятно в общем непонятно суматоху который я абсолютно не люблю поэтому сегодня ночью был вайп ближайшие серии где-то задержкой два дня начнут выходить а потом уже стабильно каждый день все как так это волк летали они олень почему-то у них рога с далека не прорисовываются поэтому не переживайте через пару дней пойдет старый добренький раз а перед обзором вертолета сразу маленький такой обзорчик вот на этот рюкзачок small стэш так называемый он полупают по-любому должен находиться да вот 30 ткани стандартных рецептах что он из себя представляет вот мы допустим его берем вот так вот в любое место соответственно можем положить вот так вот он выглядит ну да такой типа как рюкзачок на перевязочка на ленте посмотрим на сколько он слотов он как раньше я так понял ящик стандартный сейчас же маленький ящик улучшили по слотам и вот на 6 слотов у нас этот small стэш и что это как это происходит то есть мы зажимаем букву е и у нас появляется вот хайд то есть ну типа спрятать закопать underground оп 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 он закапывается все видите мы его даже мы его не видим так тут как бы сделать на на вот так вот брошу я мясо кусочек чтобы примерно понимать где он вот все он пропадает смотрите и как это работает то есть вот есть сторонний человек просто так подожди ты должен пропасть а это он выкопался я понял когда только его выкопал он становится выкопанным вот мы его закопали и вот сторонний человек просто пробегая он никогда его не увидит потому что чтобы увидеть нужно во-первых войти в зону действия то есть ближайшие 2 метра. И, во-вторых, несколько секунд посмотреть в ту точку, где он закопан. То есть, даже если вот так вот... Ну-ка, а если я буду вверх смотреть? Это считается, как я стою, как бы на него смотрю? Оп! Не, даже вверх не работаю. То есть, конкретно нужно... Ну, а если прямо? Вот так вот я постою. Чисто нужно в ту точку, где он... Чуть ли я понял, так, центральную точку нужно прямо на него направить, и только тогда он раскопается, скорее всего. Так, он то ли здесь где-то закопан. Да, вот! То есть, видите, чисто вот на него навести. То есть, даже не получится, если вот так вот чувак присел, за кем-то сидит, прямо на ваш, грубо говоря, этот рюкзачок. Если он даже вот так вот будет сидеть, наблюдать, он не раскопается. То есть, надо вот именно вот в эту зону посмотреть небольшую. Только тогда он раскопается. По-моему, фишка офигительная просто. При этом, если вы его выкопали, естественно, он будет виден только в радиусе двух метров. То есть, его надо будет потом опять закапывать постоянно. Если вы использовали, что-то достали, положили, убрали. Да, он с небольшого расстояния пропадает, но при этом он, видите, откопанный. Короче, вот такая вот офигенная штука мне реально понравилась. Итак, поехали. Вызываем к себе вертолет для тех, кому нужна команда. Вот так вот она выглядит. Это вызвать вертолет непосредственно прям к вам. хели.калтом Уже сразу начинаю его слышать. Я включил год моды, чтобы он меня сразу не убивал, потому что, как мы знаем, вертолет убивает просто моментально. Сейчас мы посмотрим, сколько у него хп. Изначально, как мы помним, что у него увеличили количество хп до 2,5. В 2,5 раза. Так, вот он прилетел, ребят. Давайте подлетим, посмотрим, сколько у него хп на данный момент. Нет, ну так же 10 тысяч, скорее всего, просто Так, 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 так. Да, 10 тысяч. Не 100 тысяч. 10, наверное. В общем, как написано здесь, получается 2,5 на больше жизни именно у слабых его места, у винта основного и хвостового. Да, то есть основное хп так и не поменялось. Так, при этом, смотрите, стрельба из, получается, из боковых пулеметов стала намного быстрее. Одно попадание было. Сейчас давайте на это оценим, как это сверху будет выглядеть. Стрельба из пулемета. Да, быстрее, намного быстрее он реально стреляет, но при этом перезарядка... А, вот он с бокового, с правого начал стрелять. И перезарядка, да, он уже намного медленнее перезаряжается. То есть, видите, какое расстояние между перезарядками. Действительно, это так. Попадание происходит. Как мы помним, у нас пофиксили его проницаемость. То есть, теперь не получится через корпус пробивать. Нормально попадаю, ребят. Сделал ошибки над первой серией про вертолёт. Я там реально косо стрелял. Брал громад, меньшее упреждение. Сейчас вроде как попадать начинаю. О, пошли, напал. Или нет, это ракеты. Это ракеты или напалм? Нет, это напалм, ребят. Реально напалм. Да, горишь очень сильно и замедляется. То есть, как мы помним, написали, добавят, что после получения некоторых повреждений после получения некоторых повреждений он будет стрелять напалмов. Так, давайте попробуем сымитировать, спрячемся за скалой. О, что такое? Так, допустим, вот так вот мы используем какое-нибудь укрытие и пытаемся его по нему стрелять. Пошли ракеты. Да, но он давным-давно бы меня уже бил. Кстати, это простые ракеты, видите? То действительно был напал, а это просто ракеты и от них... Просто мне на первый взгляд показалось, что он первый раз с меня ракетами стрелял, от них огонь горит. Нет, вот он напал, он очень долго горит. А ракеты это и есть ракеты. Сейчас мы попробуем, естественно, уже его уложить. Так, какие там еще изменения у нас были? Ну, перезарядка понятна. Это понятно. Смог после 50% дамага понятно. С ящиком больше это не работает. Ну, сейчас, собственно, остается его подбить и посмотреть потом, что мы с него еще поимеем. По корпусу, когда вы попадаете, тоже идет звук попадания. В общем, чтобы ускорить процесс, я вот так вот это сделаю, чтобы не тратить наше время. Немножечко быстрее мы его уложим и посмотрим, что с него получится. Так, тихо, тихо. Вниз стреляет ракетой. Пошел дым, то есть у него 50% КП уже снято. Это уже хорошо. Реально уже дольше. Сколько я в него попадаю. И намного... Раньше его быстрее намного убивал. Так, уже основной винт. Кстати, дым теперь с разных мест идет. О, все, подбился. Отлично. Так, теперь смотрим, что с него там было. Где наши ящички? Мне больше всего интересует, как это реализовано, что... Почему нам не будут давать их облутать? То есть, допустим, вот я подхожу. А, просто он фаер горит. То есть, нету кнопки облутать. То есть, однозначно придется ждать. 500 ХП. Сейчас мы себе пропишем Кирочку. Чем добыть-то? Так, давайте посмотрим, что у нас получается. Ну, допустим, 500 ХП. Что, реально можно их добыть? Не, а как же там было написано, что теперь с него High Quality Metal? Или это с большого корпуса, с основного? Да, пройти нереально сложно. Так, нет. Ну, давайте большой корпус попробуем. А, вот, 200 ХП. Они сами уменьшаются. Да, они просто лежат. И это одно... А, это одновременно получается как бы и таймер на горение. Мне кажется, что как только ХП уйдут, и сразу все погаснет. И с него вывалится какое-то количество. То есть, получается, он как переплавится в металл. Ну, грубо говоря, он же горит. И куски слитки металла такие. Ну, как бы теоретически. Да, наверное, так и есть. Это... Ну, прикольно, кстати, реализовали. То есть, сразу и таймер. Ты можешь четко подбежать и посмотреть, когда же погаснет огонь. Я больше чем уверен, что как только ХП уйдет, сразу погаснет и огонь. Это разрабы вообще красавцы. Они реально грамотно очень сделали. Двух зайцев убили. И не надо засекать особенно время. То есть, подбегаешь, смотришь. Так вот. Ну, сейчас давайте. Вот он уже сгорает. Причем начинает очень быстро. Оп. Не, нифига. Нифига. Огонь не погас. И что-то куда-то... Куда делись-то? Металл, так, ощущение, как будто куда-то вылетел. Только я не понял, куда. Как будто что-то упало. Нет, там писалось в этом, что в течение 8 минут вы не сможете ничего сделать, потому что, типа, горячий слишком вертолет. Ну, это ж куда-то развалилось. О, и этого тоже хп убывает. Уже 498. Ну-ка. Давайте попробуем подбить его. Так, так, так. Не, кирками не бьется, не собирается. Или надо действительно выждать 8 минут, только потом... Блин, ну основной-то корпус сгорел нафиг. Он уже куда-то делся. Одни ракеты. О, а, да, они на огне горят. Смотрите. Возможно, когда они горят, это не совсем хорошо, грубо говоря. Потому что они просто пропадают. Основной-то корпус сгорел. Вот эти части, да, у каждого есть хп, они почему-то уменьшаются конкретно. Но при этом ничего не вываливается. Ладно, сейчас подождем, когда уже все остынет. Там же все-таки написано, что 8 минут. Вот, тут четко написано, что... Мы можем харвест, то есть добыть кое-что с вертолетов нашего, металлфрагменты и высокого даже качества. Но будьте осторожны, что они горячие. Вам придется подождать в течение 8 минут, пока все остынет. Ну, пока вы сможете их добыть. Но основной-то корпус сгорел. Какого-то фига. Во, вот это уже остыло вроде, да? Ну, а как же добывать-то? С чем? С помощью чего их добывать-то? Во, ящики уже пошли, кстати. Уже ящички остыли. Надо реально прям долго ждать. Давайте соберем наши ящики, посмотрим, что в этот раз нам дадут. Прицелы всякие разные. Можно на калаш сразу одеть. А почему сишек нет? Что-то такое ощущение, как будто уменьшили процент выпадения сишек. Так, ну хоть тут. Да, две сишки есть, отлично. Хорошо. Так, ну что, тогда жду я, когда остынет наш металл, и потом посмотрим, как его можно будет добыть. При этом, видите, вот эта часть догорает. Как-то странно все это реализовано, если честно. Сейчас посмотрим, когда она догорит, куда. Во, перестало гореть. Хорошо, ну и что? Короче, он как-то наполовину сгорел, но при этом с большого корпуса вообще ничего не выпало. Но при этом, когда я бью по вот этой штуке, раздается звук, как бы я обжигаюсь. Слышите такое? И, возможно, он еще не остыл. Все же, потому что 8 минут ряд ли еще прошло. Да, придется подождать. Да, реально, вот я начинаю бить. Аж огонь, видите, я обжигаюсь. Я реально обжигаюсь. Сейчас попробую убрать, потому что они действительно еще горячие. Это вот тоже так реализовано. Год, ноль. Попробую убрать, посмотреть, сколько дамага наносит. Это еще не активно. Ну, год, ноль я убрал. Все равно еще идет обжигание. Огонь на меня не вредит никак. Тут еще идет обжигание. Как вот добытка? Еще шипит все. Ладно, подождем. Ребят, все, он остыл, действительно. Я начинаю бить киркой. У него уменьшается очень сильно хп. Так, у меня тут что? Так, вот это я выкидываю. А, я уже добываюсь с него. За каждый удар вот у меня добывается простой металл и хай-квалити. Причем очень прилично добывается. Нифига себе. 20 хай-квалити я уже добыл. Подождите, или это он не нон-стоп добывает? У меня же вот этого не было. Давайте до конца добьем. А, вот, 84 добыло. Да, сейчас простой металл. 105, да. То есть, и вот эти все фрагменты, которые не сгоревшие. Вот мы продолжаем дальше. 125. Пока что простой металл добывается. Блин, а сколько же с большого корпуса? То есть, он-то у меня сгорел на огне. То есть, еще зависит от того, насколько удачно упадет вертолет. Если какие-то детали расплавятся, то есть, соответственно, вы с них ничего и не добудете. Ну, давайте, сейчас я добуду из того, что осталось и посмотрим, сколько мы всего добудем. Хай-квалити, кстати, больше не добывается. Только простой металл. Скорее всего, с корпуса больше всего добудется. Но, блин, видите, неудачно упал. Он на огонь прям упал. И просто тупо расплавился. Да, все добывается кирочкой, все спокойно. Мне кажется, естественно, лучше всего железной киркой добывать. Причем, хп у нее, ну так, средненько уходит. Мне кажется, лучше всего... Так, там, а, еще железка. Это дверь. То есть, смотрите, достаточно много деталей разных. То есть, я вот этот кусок добываю сейчас. Да, при этом вот двадцатка, как собралась, и все, больше не собирается. И вот эта дверь. Так, я сейчас все пособираю. В общем, видите, добывается вообще какие-то вот еще какой-то кусок там непонятно лежащий. Все добывается. Какие-то железки реально много. Так, ребят, ну есть подозрение, что хай-квалити металл добывается только с хвоста... Вот, с хвоста мне добылось 20. И с основного корпуса, который сгорел. Со всего остального добывается только вот этот, ну, простой металлический фрагмент. Вот все, что я собрал, 20 и 378. Там половина сгоревшая была. То есть, по-любому с корпуса еще там, может, 20-ка, 40-кетик выпадет хай-квалити. Ну, не больше 50, мне кажется, вы всего соберете. Потому что вот с хвоста добылся, получается. Ну, основные такие части хвост и центральная часть. А все остальное вот такой вот металл. По-моему, круто. И напоследок, ребят, там пару человек не поняло. По поводу эксплойта со шкафом. Там, типа, так и не поняли, в чем был прикол. Прикол был в том, что раньше, вот, допустим, да, ваш дом стоит. У вас есть шкаф, и в нем авторизованный летит вертолет. Вы по вертолету шмальнули, если вы будете авторизованы шкафом. Он начинает по вам стрелять, но вы, естественно, прячетесь. И при этом он будет еще ракетными атаками по вам шмалять. А вы просто выписывайтесь со своего шкафа и спокойно по вертолету стреляете. Он на вас агрится, но при этом стреляет только с пулеметов. И все. Никаких ракетных атак он проводить не будет. Вот. И вы можете со своего дома спокойно прячьтесь, вообще не парясь, бить его, и дом ваш будет целый. И потом просто обратно авторизуетесь, и все. Сейчас это пофикшены, не имеет значения, прописаны вы, не прописаны. По вам будут всегда производиться ракетные атаки. Так, ребят, ну что ж, вот такой вот легкий обзорчик вертолета версии 2.0. В принципе, прикольный вертолет. Его реально апнули, то есть у него и больше хп, тяжелее убивается, и сложнее попасть, он не прошивается. Плюс вот этот напалм очень необычный, стреляет и просто по территории реально тяжело бегать. Поэтому, что ж, говорится, наслаждайтесь, а я побежал дальше играть. Ребят, еще раз напомню, что раз начнется через пару дней, специально делаю задержку, и потом пойдут серии. Надеюсь, каждый день буду стараться выкладывать по одной, потому что мне также я буду продолжать играть в Long Dark. И, собственно, по одной раз, по одной Long Dark. Ну, во всяком случае, постараюсь, потому что реально на раз очень много времени начинает опять уходить, потому что эта игра требует очень много времени и внимания. Все, ребят, с вами был Flash. Подписывайтесь, ставьте лайк и увидимся.